Добрый день! Сегодня мы с вами на православном канале Экзегет продолжаем цикл наших бесед под названием арабы до ислама и вот в каждой такой небольшой беседе мы с вами рассматриваем какой-то любопытный интересный аспект существования арабских народов в тех народов которые нам сейчас известны под таким общим собирательным именем арабов до того как собственно они получили это имя до тех пор как они стали именоваться арабами и уж тем более до тех пор как их имя стало теснейшим образом ассоциироваться именно с верой которую принес им а через них и многим другим народам мира пророк или уже пророк в понимании православной церкви мухаммед магомед и вот сегодня мы с вами продолжим беседу о тех кто являлся предками современных арабов теми кто создавал вот эту великую цивилизацию и вот одним из очень таких могущественных и оставивших в истории свой след царств было царство и был народ который назывался набатеями ну сейчас многие наверное и не очень-то представляют себе того кто такие были набатеи и что это был за такой народ но те кто побывал в петре таком очень популярном туристическом центре может быть как-то и припомнит что когда-то петра была столица набатейского царства но в общем-то к сожалению очень часто набатеи оказываются за рамками нашего обычного такого внимания и нашего интереса к истории в том числе к истории святой земли а на самом деле набатеи как раз таки оставили свой заметный выдающийся след в этой истории и на этой земле и так набатейское царство кто такие были набатеи набатеи были как раз таки таким одним из вот таких крупных племенных образований арабоязычных племен населявших собой изначально аравийский полуостров но впоследствии их деятельность переместилась несколько западнее и севернее собственно аравийского полуострова как такового набатеи в основном облюбовали как раз таки окрестности ближайшие святой земли и расселились на таких достаточно широких пространствах с одной стороны пустыни нигев а это та самая пустыня по которой в том числе наряду с пустыни цин водил свой народ пророк моисей когда вывел его из египетского плена сейчас вот эта пустыня нигев она простирается ну вот скажем можно примерно так ее обозначить вдоль синайского полуострова беря свое начало от ну скажем примерно где-то вот середины мертвого моря то есть южнее хеврона южнее версавии или бершебы той самой версавии которая фигурирует в нашем цикле бесед о святой земле отдана до версавии вот южнее версавии как раз таки начинается но вернее собственно уже версавия находится на территории пустыни нигев а вот южнее хеврона в окрестностях версавии теля рада и еще далее к югу как раз таки простирается это довольно большая более 1000 квадратных километров пустыни нигев которая одним своим краем выходит к побережью красного моря все это было вот таким царством древних набатеев а кроме того и им принадлежала еще и историческая область так называемой и думеи то есть это восточный берег ордана где сейчас располагается королевство транса ордане или иордании вот там также в какой-то момент своей истории поселились эти самые набатии но первое упоминание о набатеях первое так сказать свидетельство оставили нам древнегреческие историки 4 века и они описывают этих набатеев как такой кочевой народ который периодически появляется на берегах мертвого моря где собирает все вот эти битумные смолы выступающие на поверхности это очень такого своеобразного геологического образования которые затем продают в египет где эти битумные смолы и прочие такие соли и грязи мертвого моря используются древнеегипетскими жрецами для обрядов мумификации ну очень распространенных в египте да как мы с вами прекрасно все знаем вот именно такими поставщиками некоторых необходимых элементов для сложного химического процесса мумификации являются именно эти сами самые набатеи но это было отнюдь не самым главным их занятием на протяжении последующих веков само имя набатей по всей вероятности происходит от корня смысл которого значение так сказать производных этого корня можно перевести как умение отыскивать воду то есть набатеи были люди мы людьми главным достоинством так сказать и жизненным навыкам которых было умение находить источники воды посреди казалось бы совершенно безводной пустыни но что это могли быть за источники воды во первых конечно в негеве как и в любой другой пустыне встречаются оазисы но зачастую эти оазисы довольно трудно обнаружить потому что негев такая пустыня скалистая она изрезана горными ущельями и очень часто эти оазисы они как раз таки таятся где-то глубоко на дне эти горных ущелий подходы тропинки к ним нужно изучить нужно хорошо знать нужно проложить эти пути кроме того зачастую есть места где огромные массы подземные подземных вод они подходят сравнительно близко к поверхности и можно добудиться до них прокопав достаточно глубокие какие-то колодцы эти колодцы добатеи тоже довольно искусно умели скрывать прятать для того чтобы те преимущества которые несет собой вода находились целиком и полностью в их распоряжении власти сделались источником их собственного благосостояния надо сказать что вообще под пустыне негев скрывается целое море великолепной пресной воды сейчас это такой стратегический запас воды государства израиль единственное город и небольшое количество населенных пунктов которым разрешено добывать это этот стратегический запас это город тель-арат на самом юге на южной оконечности мертвого моря поскольку но других источников воды там нет а всеизраильский водовод который снабжает государство в основном пресной водой из-за ордана и галилейского озера он до туда не протянут не доведен поэтому только вот это население пустынных областей негева она сейчас пользуется таким преимуществом такой привилегии как использование вот это чистейшие и очень полезные по своему составу подземно-артезианской очень глубоко залегающей воды вот набатеи умели находить места древние еще так давно когда тоже путем рытья глубоких колодцев достигали вот этого очень глубоко лежащего подземного моря чистейшей артезианской воды вот кроме того они еще умели делать такие специальные хранилища для воды куда собирали дождевую воду дело в том что вообще говоря очень не основная такая часть вот большая части года в пустыне негев она невероятно засушливая жаркая температуры там превышают порой 50 градусов тепла по цельсию но в зимний период там в течение нескольких дней может выпасть огромное количество осадков и вдруг на глазах эта пустыня просто преображается то что казалось безжизненно сухой торчащие земли палкой вдруг покрывается листьями цветами пустыня вся покрывается ковром нежной зеленой растительности такими нежными прекрасными цветами вдруг действительно процветает это какое-то совершеннейшее такое чудо его кстати очень в свое время поэтично выразил наш известный детский поэт и переводчик самуил яковлевич маршак немногим известно что в своей юности столь в общем знаменитый создатели кошкиного дома и переводчик санетов шекспира наряду с большим количеством других произведений литературы познакомивший нас так с достижениями английской литературы ну вот по своему происхождению оказался в лагере сианистов был таким очень горячим поборником сианистского движения и в компании молодых людей совершил путешествие на святую землю где намеревался это сианистское движение развивать это было еще перед революцией перед первой мировой войной и надо сказать что юный вдохновенный еврейский молодой поэт маршак написал целый цикл таких очень ярких может не всегда совершенных в поэтическом отношении стихотворений посвященных впечатлениям полученному святой земле одним из этих впечатлений явился как раз таки дождь и он описывает что дождь как некий чудодей как кажется обрушивает с неба потоп потоки потоки не воды но растений и цветов настолько ярко настолько богато расцветает под этими льющимися с неба струями пустынный ландшафт вот такие впечатления выразил маршак в одном из своих стихотворений которые я передаю в таком несколько более прозаическом пересказе но смысл образа остается понятен вот эти источники проливающийся с неба воды на батеи умели использовать они делали водохранилище для этого часто в общем-то применялись какие-то естественные углубления в скалах в земле среди песка на них наносился слой штукатурки для того чтобы вода не уходила в камень и для того чтобы она не портилась сверху эти водохранилища накрывались засыпались землей и вот такие тайные источники воды опять же служили на батеям в том деле которым они занимались а занимались они как мы тоже уже можем с вами понятие говорили сопровождением караванов это тоже стало такой основой благополучия набатейского царства благодаря которому вот из такого кочующего народа собирающего какой-то там битум и припродающий его в египет эти набатейские племена превратились в блистательнейшие царства царство которое сохранив свое своеобразие при этом сделалась общником и роскоши и утонченности культуры или мистического мира с которым постоянно вступала в общение благодаря своим вот таким торговым занятием в период своего расцвета набатей создали великолепнейшие города ну как мы уже говорили самым известным из них является город петра ну петра это вообще говоря еще и домейская столице домейский город сами на батей называли его ракма этот город а петра петра с камень это название уже греческое как безошибочно можем и определить проведя аналогию с апостолом петром и припомнив его прозвище камень и ну действительно такой характерной особенностью этого города является то что он целиком и полностью вырезан в камни вырублен в камни причудливо извивающийся ущелье есть сик было в своих так сказать склонах все обработано человеческим умением человеческим резцом и явились вот такие знаменитые и выдающиеся образцы архитектуры петры которые впервые по оказались зрение европейцев только в 19 веке благодаря швейцарскому исследователю бургхарту но а впоследствии оказались растиражированы массовой культуры ну главным образом после того как 1989 году режиссер спилберг снял там один из своих знаменитых фильмов из цикла индиане джойсе авантюристы археологи вот как раз таки там многие события происходят на фоне зданий каньонов петры и в особенности знаменитого памятника эль-хазне эль-хазне или аль-казне на самом деле если мы вслушаемся мы тоже услышим знакомые нам и вполне понятные отзвуки такие смысловые да это действительно слово того же корня как и хорошо известная нам казна эль-хазне это сокровищница ну сейчас есть некоторые разночтения в трактовках того чем же в действительности являлся этот памятник эль-хазне которую назвали сокровищницы фараона арабы нам уже намного более позднее время а во времена расцвета петры там вероятным был либо храм одного из божеств той сабийской сабийской религии которые исповедовали набатеи либо может быть мавзолей одного из таких знаменитых правителей царей развившийся разбогатевшие набатейской державы но надо сказать что петра несмотря на всю свою до растиражированность растиражированность это далеко не единственный памятник наследия набатейской культуры вот из числа сохранившийся до нас набатейских городов 6 находится на территории пустыни негев израиля четыре из них можно вполне посетить если будет такое желание правда это конечно такое путешествие которое потребует терпения может быть как-то потребует того чтобы потерпеть и жару очень необходимо отправиться в него с полным баком поскольку это такие довольно пустынные места позаботиться о том чтобы не остались без топлива и конечно ни в коем случае не остались без воды поскольку в отличие от набатеев современные туристы вряд ли обладают теми же чудесными навыками отыскания воды в безводной пустыне и так два города ну один из них называется реховод в негеве это современное его название он сейчас абсолютно недоступен он занесен песками чтобы туда попасть нужен нужны какие-то специальные такие внедорожные средства транспортные которые могут преодолеть эти глубокие пески другой город являлся столицей набатейские набатейского негева называется он халуца а в античных эстоника источниках известен как луза или луса надо сказать это действительно был выдающийся город того времени четвертом веке например епископ этой самой узы халуцы присутствует на первом вселенском соборе 325 года и как довольно большой город он изображен на мозаичные карте в иорданской мадобе или медве по-разному читается название этого города этого памятника но сейчас к сожалению в узе смотреть не на что раскопки законсервированы а сохранившиеся каменные постройки растащены местными бедуинами использованы для собственных целей зато довольно большой интерес представляют собою четыре другие города один из них лежит достаточно недалеко от каких-то таких вот распространенных путей это город мамшит или мампсик как его часто называли греки арабы называют его курнуп в этом городе сохранились следы как раз таки свидетельства о том что набатеи в какой-то момент своей жизни своей истории приняли христианство дело в том что вообще говоря набатеи конечно вот в определенный момент своей истории в особенности где-то начиная с первого века до нашей эры и в первом веке после нашей эры достигли довольно большого могущества мы зачастую даже как-то и не знаем о том что те или иные события связаны именно с набатеи ну дело в том что например матерью и рода великого и соответственно женой его отца антипатр была как раз таки набатейская принцесса с греческим именем кипрос то есть в честь киприды богини афродиты в память о своей матери и родцы построил крепость кипрос недалеко от современного ерихона но и сын и рода великого а надо сказать что ирод великий сам значительную часть своей жизни провел в борьбе как раз таки с набатеями с набирающим могущество набатейским царством так что однажды даже выдержал очень серьезную осаду в своей такой неприступной крепости массада знаменитой той самой массаде которая дала название известным израильскими спецслужбам и которая осталась в памяти как крепости в 70 в начале 70-х годов выдел выдерживавшая осаду со стороны римских войск вот в этой самой массаде ирод оказался заперт на набатейскими войсками со своей семьей и уже приготовился либо сдаться либо умереть от жажды но внезапно пролившийся дождь наполнил водохранилище устроенным горной крепости избавил его от постыдного плена или от ужасной смерти но вообще так сказать ирод несмотря на свою полу набатейское происхождение полуэдумийское вынужден было довольно много как мы уже говорили бороться с набатеями за контроль на святой землей особенно эта борьба это влияние на святую землю усилилась при набатейском царе арефи или арете вот распространенное имя арефа да у нас отразившиеся например в тоже такой нередко встречающейся фамилии арефьев русской но на самом деле как раз арабского происхождения еще набатейского происхождения имя и вот этот царь арета это как раз таки тот самый царь которого упоминает апостол павел рассказывая о том что ему пришлось от так сказать коменданта дамаска подконтрольного царю арете скрываться ночью его в кошелке свешиваются городских стен дамаска потому что все городские ворота охраняются слугами царя ареты для того чтобы не выпустить проповедника христианства ставшего главным идеологическим противником и врагом этого царя надо сказать что именно дочь этого самого царя ареты и сделалась той самой супругой ирода антипы сына ирода великого который он оставил ради союза с женой своего брата ирода филиппа за что его упрекал иоанн предсеча и из-за чего царь арета начал войну с иродом антипой и ирод антипа оказался вместе с иродиады отправлен ссылку с ее дочерью вот такое влияние на бате такой набатейский след в хорошо известные нам вот может быть евангельской истории о котором многие из нас вероятно как-то не имели представления и догадывались это все проявление так сказать набатейской культуры и влияние набатеев на историю современного им тогдашнего мира и святой земли именно набатеи в том числе являются теми кто положил начание начало разведению арабских скакунов знаменитых вот те самые арабские находцы за которых арабские шейхи платили баснословные деньги и миллионеры платят до сих пор особо ценя чистоту этих арабских кровей на самом деле начало им было положено именно в пустыне негев и разведение этих арабских скакунов оставила свой видимый след при раскопках того самого города мамшит или мамсик о котором мы только что упоминали как о первом городе который можно посетить дело в том что среди не очень может быть многих сохранившихся достопримечательностей этого города до нас дошел дом богатого набатея который явно занимался коневодством от него сохранилась огромная каменная довольно большая каменная конюшня с каменными яслями для этих лошадей очень интересно когда смотришь на эти каменные ясли из которых этих арабских скакунов их предков родоначальников кормили овсом или там с пшеницы каким-то другими так сказать этими кормом этим лошадином ты понимаешь почему господь родившись был успелён от и положен именно в ясли вот форма этих самых яслей она идеально напоминает собой форму младенческой колыбели она вот так вот гладенько вытесана изнутри и очень легко вот и размер ее действительно как размер тела тельца новорожденного младенца очень легко себе представить как в такие каменные ясли мог быть положен положено новорожденный спаситель на мягкую соломку которая устилала собою но этих каменных яслей а лошади или другие животные согревали его своим дыханием в эту прохладную рождественскую ночь на святой земле вот такие интересные ассоциации воспоминания возникают когда посещаешь этот самый мамшит и видишь вот эти каменные ясли бывшие с одной стороны такие же как и эти пристанищем спасителя и местом где выкармливались знаменитые арабские скакуны но свидетельством того что на ботее достаточно рано приняли христианство приняли благую весть является то что уже в этом городе мамшит а он относится его основание к где-то середине первого века до рождества христова сохранились одни и самых ранних христианских храмов на святой земле храмы начала четвертого века в частности один из храмов благодаря мозаичному мозаичные надписи мы знаем что был посвящен некоему нилу церковь нила так до сих пор и называют этот храм с мозаичным полом увыковечившим имя своего покровителя или создателя до сих пор можно видеть вот в этом городе мамшит и дело в том что уже в первом веке по рождестве христовом на ботее благодаря своей близости к святой земле они тоже оказались участниками и в общем-то слушателями проповеди о христе спасителя которая огласила и вот эти казалось бы дикие безводные безлюдные в нашем современном представлении пустыни но нет население городов того времени отозвалась на призыв христа и там появились христиане буквально самых первых времен христианской проповеди а уже в третьем четвертом пятом шестом веках они оставили после себя просто грандиозные храмы два прекрасных таких храма северная и южная церковь сейчас сохранились в городе авдад построенным в честь одного из царей набатеев по имени абодас что искаженное дало имя авдад этот город построен на такой высокой доминирующие над всей остальной пустыне и скале и он как раз таки служил целям контроля вот над этими драгоценными дорогими для набатеев караванными путями оттуда просматривались перекрестки всех вот этих караванных путей и дорог пути благовония пути специй оттуда можно было при необходимости быстро направить воинский гарнизон который там же поблизости судя по раскопкам и находился в великолепных храмах которые также там сохранились можно видеть и епископские седалища и выполнены из цельного монолита из камня баптистерии в которых крестили тех кто из жителей этих городов пожелал бы принять христианство а таковых явно было много судя по размеру церквей также там производили в большом количестве вино как ни странно это может нам сейчас показаться чем-то удивительным но дело в том что вот это население вот эти набатеи оказались невероятно исторически таким живучим народом в с течением времени после того как их область была завоевана римлянами а совершилось это к 103 году по рождестве христовым те караванные пути которые они контролировали уже утратили свое значение но это не привело к исчезновению набатейских городов наоборот послужило только к большему развитию дело в том что вот это население тех набатейских городов она сумела переориентироваться со своего такого караванного бизнеса на введение невероятно продуктивного сельского хозяйства это сейчас выглядит просто как чудо особенно когда ты оказываешься вот в этих гористых пустынных местностях пустыни негев изрытых глубокими так называемый махтешами разломами кратерами совершенно потрясает то как вот в таких условиях можно было развить столь потрясающее сельское хозяйство это совершенно удивительно но тем не менее это факт не только арабские скакуны разводились в пустыне негев но и выращивалось огромное количество пшеницы которая шла на продажу и готовились самые известные и одни из самых сладких и вкусных в античном мире вин это кстати можно достаточно хорошо объяснить тем что вина эти получались очень сладкими благодаря той технологии которая применялась как к изготовлению благодаря тому что осень была долгой очень жаркой солнечный виноград оставался на ветках очень долго и благодаря этому еще вися на ветках превращался уже почти в изюм то есть естественное содержание сахара в нем повышалось очень сильно без какого-то крепления без каких-то добавок и вот это вот вот этот почти превратившийся в изюм виноград собирали и получали необычайно сладкое вино которое ценилось очень высоко во всем античном мире того времени но каким образом можно было этого достичь ведь в пустыне как мы говорили практически невозможно до устроить подобного рода хозяйства вот здесь то как раз и пригодились навыки набатеев в их умение отыскивать и собирать воду ну во-первых да мы говорили о том что они умели находить вот эти колодцы а кроме того они достигли какого-то невероятного совершенства в сохранении тех кратких но невероятно обильных запасов дождевой воды которая изливалась в зимний период это могло быть буквально несколько дней но к этим дням готовились их ждали и умудрялись наполнять водой целое огромное водохранилище строились плотины в которых эта вода потом сохранялась на протяжении всего года вырывались огромные подземные водохранилища которые обрабатывались штукатурка эта штукатурка практически ежегодно подновлялась менялась и у всех жителей этих городов было повинностью по дворам по семьям выделить какое-то количество человек для того чтобы каждый год привести водохранилище в порядок обследовать их покрыть свежей штукатуркой избавить от плесени от водорослей каких-то других наростов то есть вот эта технология сохранения и затем бережного расходования воды она совершила просто чудеса в пустыне негев она привела к тому что этот совершенно бесплодный регион сделался необыкновенно урожайным сделался источником необычайно продуктивного сельского хозяйства и вот как раз таки окрестности города авда свидетельствует о том огромном количестве виноградников которые произрастала в вокруг города благодаря тому что под стенами города сохранилось множество остатков винных прессов эти видные прессы и места где виноград давился они тоже были так оборудованы особым образом они выкладывались мозаик делали специальные стоки куда стекала стекал виноградный сок для того чтобы впоследствии быть разлитым вамфор и превратиться в вино то есть это было такое очень такое прямо впечатляющее хозяйство следы этого хозяйства также сохранились в городе который называется шифта или сабота субейба ну там целый вариант названий сопутствует этому городу его имени разные транскрипции разное звучание в разных источниках это наверное один из самых но в настоящий момент тоже впечатляющих городов пустыни когда ты едешь по пустыне никого нет ни души и вдруг ты встречаешь величественные каменные постройки причем каменные постройки главным образом огромных соборов и монастырей это город в котором было несколько просто действительно огромных христианских соборов и по крайней мере два монастыря один из которых был посвящен святому великомучнику георгию победоносцу что известно из посвятительной подписи сэр лоуренс аравийский который одним из первых исследовал как раз таки вот этот город шифту во время своих странств и по пустыне в которых он проявил себя и как историк и археолог и исследователь и и авантюрист и шпион умудрившись организовать антитурецкое восстание арабов чему собственно посвященный небезызвестный фильм о лоуренс аравийском и достаточное количество литературы которая сделала этого достаточно одаренного британца весьма заметные известные фигуры вот он описывая руины шифты еще видел ясно различимые фрески посвященные преображению господню в одну из алтарных апсид величественного собора стоявшего посреди вот этого арабского набатейского города сабота или шифта то есть население этих городов было практически полностью христианский полностью вот уже к пятому веку это совершенно однозначно шестому веку было так ну и сейчас несмотря на то что к сожалению от этих величественных построек сохранились лишь руины очень интересно посетить это место и просто проникнуться тем насколько действительно далеко распространилась христианство а заодно и общем-то почувствовать насколько наше представление об арабах как исключительно мусульманском народе являются неверными и неправильными при этом надо сказать что в шифте саботе сохранились свидетельства того что то арабское завоевание которое совершилось в 7 веке она прошла довольно таким мирным путем удивительно но в эти христианские храмы сохранили буквально вот стена в стену свидетельство того что буквально рядом с ними строились и первые мечети иногда прямо в стене храма делается михраб делается молитвенная ниша указывающая направление на восток и мечеть и храм соседствует буквально в одном пространстве это говорит о том что арабы завоеватели набатеев негива признали по всей вероятности из-за своих единоплеменников хоть и не единоверцев и достаточно ну как сейчас говорится толерантно терпимо отнеслось к их христианская вере позволила исповедовать ее и после совершившегося завоевания тем не менее к сожалению вот это завоевание полностью нарушила всю существовавшую тогда экономику пустыни негив и его уникальные города сошли на нет уникальные хозяйственные практики оказались утеряны тем не менее в шефте до сих пор как раз таки сохраняются и вот эти подземные водохранилища и там был найден как раз таки архив вот этих табличек которые распределяла обязанности очистки этих водохранилищ как такую общественную повинность налагавшуюся на каждого члена городской общины надо сказать весьма не маленькой город был достаточно велик ну и наконец последним из сохранившихся городов пустыни негив который можно посетить является город ницана ницана являлся уже таким городом покроничным мы довольно много знаем о его поседневной жизни поскольку был обнаружен большой архив частично папирусов частично глиняных черепков астраконов на которых сохранились подробные записи о том как жил как существовал этот город бывший таким пограничным фурпостом тогдашней византийской империи там на месте древнего набатейского святилища был устроен храм в честь пресвятой девы марии а другой из христианских храмов тоже довольно большой по величине был посвящен святым ученикам сергию и вакху тоже очень надо сказать почитаемым на всем пространстве римской и византийской империи и из этих документов которые сохранились нам о жизни ницане мы узнаем и о том что ницане находился постоянный контингент вот таких арабских вооруженных сил которые несли свою службу в пограничье византийской империи самое удивительное что это было конница вот как раз таки те арабские скакуны использовались для того чтобы вот создать такую легкую арабскую конницу с одной стороны а с другой стороны часть этой конницы были так называемые катафракты тяжело вооруженные всадники которые использовали пустынных верблюдов для того чтобы те в условиях пустыни могли быстро перемещать на своих также защищенных доспехами спинах вот этих тяжело вооруженных всадников арабов которые готовы были стоять на страже покоя византийской империи защищая его такие крайне юго-восточные рубежи ну а вообще о деятельности арабов христиан как таких защитников византийской империи от нападок с востока и юго-востока мы с вами поговорим в следующей нашей беседе здесь же сейчас вот подведем итог нашему рассказу может быть несколько затянувшись тем не менее очень краткому в соотношении с тем что мы могли бы вспомнить а на батеях нашему рассказу на батейских городах если у кого-то будет интерес возможность их посетить уверяю вас это стоит того это действительно очень такое впечатляющее путешествие паломничество которым вы не пожалеете многие паломники которые оказывались вот в этих набатейских городах говорили о том что это было одно из самых сильных таких впечатлений от святой земли ну конечно желательно отправиться туда с хорошей подготовкой либо с сознающим каким-то гидом проводником поскольку это такое странствие непростое и довольно продолжительное кроме того сопряженные вот с такими естественными природными обстоятельствами с пустынностью этих мест с безводностью с необходимостью позаботиться о том чтобы вы не оказались сложной ситуации среди вот этой набатейской пустыни где когда-то процвели города и царство предков современных арабов внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео